Дизель Шоу повертається! З новими жартами, піснями та номерами! Перший великий концерт у Києві! 26 лютого, 19.00, Палац Украина! Квитки на сайті дизельшоу.ком та контрамарка.ua Так, ням-ням! Мальчики, там срочный вызов по скорой, отравление! А мы-то тут при чем? Ну вы единственные врачи, кто не занят сейчас? Мы не заняты. Мы как раз сейчас очень заняты. Я бы так сказал, что у нас прям оврал. Да вы можете потом рыбку покормить. Ну! Ну что, если я перестану кормить рыбку, она же умрет. А это противоречит клятве Гиппократа. Ой, а вы? Я смотрю обучающее видео, у меня завтра лекция у студентов. Что? Да это же порнуха! Правильно, я ж гинеколог. И вообще, нам за вызовы не доплачивают. На самом деле, вам должны за вызовы доплачивать. Потому что вы не врачи! Вы, простите! Господи! Ай! Сама поеду! Карету мне! Карету! Скорой помощи! Так бы и сразу. Ну вот, прикормили. А теперь иди сюда. Будешь мои желания исполнять. Смотри, что немцы теперь с канадцами творят. Занимательный матч у них. Я так понимаю, это заявление об уходе? А по испорченному ноутбуку, я так понимаю, это долгосрочный кредит, да? Значит так, ты, бородатый, несешь мне кофе, а ты моешь полы в операционной и здесь, понял? Может, тебе еще клизму на травах поставить, а? А кому было плохо? Самому. Ну там же все написано. С чем? Кофе? С молоком? С сливками? Нет. Со спиртником. Понял. Что-нибудь еще? Да. С сегодняшнего дня вы будете работать по профилю. Григория Сергеевна, это переходит все границы. Я буду жаловаться на вас. Кому, мальчик мой? Кому? Высшестоящему начальству. Значит так. Запишите себе на лбу. Для медсестры, вышестоящей инстанции, это главврач. А главврач теперь я. Так что драйм полы, мальчики. Это все, девочки. Драйм. Я пойду, это, утку поменяю. Что-то вообще забирал. Это возмутительно. Да. Я сейчас здесь такой скандал. Я тебя прошу, пожалуйста, держи себя в руках. Ты меня не сдерживай. Я сейчас им все расскажу. Я просто не знаю, как так можно относиться в садике к ребенку. В двадцать первом веке. В двадцать первом веке. В двадцать первом веке. Ну сейчас. Я тебя прошу, пожалуйста. Так, по шконкам рассосались все. Если я вернусь, кто-то не будет спать, будет спать в углу в туалете. Здравствуйте. Кто вы? Мы родители Димочки Зеленого. Да. А, этого жирного. Ну теперь понятно, в кого он. Мы пришли по поводу оскорбления нашего ребенка в садике. Да. Серьезно? Ну это возмутительно. А кто что говорил, рассказывайте. Я не знаю, кто это, но его называют жир... Толстяком. Ну разве это обзывательство? Это констатация факта. Нет, это именно обзывательство. И... Нет, это не обзывательство. Вот свинобаза, это обзывательство. Жиртрест. Толстопузо. Кабанарынка. Хватит. Женщина, мы пойдем с нашим ребенком к заведующей вашего садика. Да. А как же вы зайдете к ней в кабинет? Вы же в дверях вместе со своим ребенком застраните. Да мы на вас будем жаловаться. Куда? Назви на верму. Как вы можете? Сколько это будет продолжаться? А столько? Сколько вы не платите за ремонт детского садика? А, это все из-за нашего долга? Ну, вообще-то, да. Это что, экономия вечная. Так быстро заплатил. Ну, Бусенька, это же поборы. Я сказала, быстро заплатил. Это все ради ребенка. Сколько там? А вот столько. Все, можете не волноваться. Больше вашего ребенка никто обзывать не будет. Так, пожаробазе отмена. Спасибо большое, до свидания. Все хорошо. До свидания. Пойдем. Толстяк. Что сейчас случилось? А вот купишь мне новое платье, его тогда перестану тебя дозвать толстяком, жирным-жирным. Но ты же сама сказала, тебе это нравится. Я врала. А как врала? Жлобы. Так, теперь травим этого дрыща Бычкова. Слышали все? Иди сюда, мелкий. Дорогая, я дома. Очень вкусный чай. Здравствуйте. Офигеть. Извините, что не вовремя. Я сейчас все объясню. Не надо, не надо. Чаек пьете, да? Это вы до того или после уже чаечек попиваете? Ты посмотри, мурло какое, а? С моей кружки еще чай пьет. Ну ты посмотри, а? Это с имбирем? Да. Что? Сашенька, ты послушай. Тихо, тихо, помолчи. Это значит у нас сосед сверху, доставщик пиццы электрик-сантехник, и он сейчас уходит. Да? Или как там у тебя по легенде? Сашенька, дослушай до конца. Рот закрой. А ты не помнишь, кстати, где мое ружье лежит? А, вспомнил. Ха-ха-ха, оно же у меня в шкафу лежит. Ты, мужик, посиди пока. Посиди и не уходи. Сейчас, сейчас, секундочку. Саша, не надо. Что не надо? Сейчас мы вместе послушаем, как этот вот чувачочек покричит, когда мы ему будем отрезать все и котиком скармливать. Ну, давай, говори свое последнее слово. Ну? Дело в том, что Александр Константинович, вы же Александр Константинович Бережок? Да. Так вот. А дело в том, что был найден ваш кошелек в кровати моей жены. После нескольких расспросов в челюсть, моя жена рассказала, где вы живете, а сама переехала в стационар. А-а-а. Ой, слушайте, ну, вообще, я могу все объяснить. Да? Да. Я... Я электрик, понимаете? Да, я приехал к вашей жене, розетку я чинил ей, да. Розетку. И, наверное, там забыл кошелек. Вика, подтверди человеку, что... Что, вообще оборзел, придурок? Ты же в офисе работаешь. Вика, вообще-то, ты должна была меня поддержать, а... Да, я с тобой полностью согласна. Правильно. Этим козлам нужно отрезать и скармливать бедным несчастным котикам. Полицию вызывать, дура! Куда едете? В Испанию, к родственникам. Ага. Запрещенное что-то везете? Нет. Ну, конечно, если вот этот не налил в грелку снова алкоголь. Нет характер. Ну, кто тебя за язык тянет, а? Ну, кто тебя тянет за язык и... Да я бы молчала бы, если бы ты не выложил мою плойку. Да потому что нахрена тебе две плойки? Ну, нахрена тебе одна и вторая? Ну, конечно, это ж не тебе эти сумки таскать, не тебе. Ой, ой, да таскался он. Боже мой, раз в году сумки какие-то понимаешь. А я на работе таскаю, так же тебе и не снилось. Я на отпуске отдохнуть хочу. Ах, отдыхать. Я извиняюсь. А вы не влезайте. А утюг тебе нахрена на три дня едем? Да потому что я не могу, как ты руками их ладил. Да, так у тебя утюгом не очень получается. Что ты сказал? Я сказал то, что слышала. Что ты сказал? Я сказал то, что ты слышала. Что ты сказал? Я то, что слышала, то и сказал. А потому что ты мои вещи повыкладывал. Да, ты посмотри на нее. Да нахрена тебе десять платьев на три дня, ну? Да потому что я не могу, как ты в одних штанах, в одних трусах, в одной майке неделю ходить. Да? А зачем мне выряживаться, если ты возле меня постоянно ходишь? Ах, так ты бы хотел сам куда-то поехать. А может, бы и хотел. Ну так и поехал! А я и поеду! Так и пожалуйста! И поеду и кого-то там найду! Так и нашел бы себе! И нашел бы себе! А что же я искал? А может, бы я уже и нашел! Так и найди! И найду! Так и найди! И возьму и найду! Так и найди! И, может, и найду. И найди. И найди. И найди. И найди. Пожалуйста, иди, иди. Можете ехать. И, может, я уже кого-то и нашел. Ах, нашел. А, может, и нашел кого. Кого? Сину? Стоянно так ехать. Синку эту сходину. Так, тихо, тихо. Он вроде сказал, можем ехать. Ох, я так завелась. Ага. Так что, все? Значит, можем проходить и не показывать? Ну, Сидоровы говорили, они так 10 раз делали, и их ни разу не проверяли. Смой сойти. Ага. И вот этот весь театр ради каких-то десяти килограмм сала. Не, ну ты прям у меня украинский наркокурьер. Там же еще самогонка, да? Это не просто самогонка. Это я национальное достояние выложу. Контрабанда. Контрабандист ты мой. Ну, подожди. Давай, Майк. Дорогая, привет. Мой любименький. Привет. Фу, господи, ну что же у нас так дома-то воняет, а? Я тебя сколько раз просил про ветри, пожалуйста, шкаф. И вообще, зачем ты туда насовала вещи своей бабушки? Ну, вся квартира нафталином воняет. Саш, ну что ты такое выдумываешь? Ничего не воняет. Ну, как не воняет, воняет. Ай, че. Это что сейчас было? А, это моль в шкафу чихнуло. Моль? Сейчас я посмотрю, что там за моль. Это, это пенсионный фонд? Бабуля, нет, это квартира. Да. Вот, я дура старая, слепая стала совсем. А пенсионный фонд в какую сторону? Бабушка, пенсионный фонд на улице Шевченко. Шевченко. Да. Это туда? Это, это вот туда. Давайте я вас проведу. Я сама внучек найду, спасибо. Алло. Фу. Викусь, а почему она в платке твоей бабушки? Не знаю, наверное, сейчас такие платки в тренде у бабушек. Ой, куда дальше, я заблудилась. Бабушка, бабушка, ну сюда вот, в эту дверь, пожалуйста, идите. Да, да, и сразу же, сразу же направо и выходите. Шевченко улица. Шевченко. Ага, спасибо, внучек. Что вот это было? Не знаю. Слушай, Вика, надо менять, менять замки на двери. Ага. Потому что вчера была, тоже бабушка, позавчера две бабушки. Неделю назад вообще три бабули из шкафа вышли. Еще и с кавказским акцентом одна была. Ладно. Не переживай, больше старух не будет. Да, конечно, не будет. Я сейчас замки поменяю, и не будет никаких старух. Дело не в замках, а в том, что вещи бабушки уже закончились. Надо будет новую отмазку припомнить. Этот кобель меня замучил. Понимаете? Вот что с ним делать? Ну, на самом деле, может, это просто весна. Да нет, он круглый год гуляет, шляется непонятно где, под утро приходит, весь грязный, ни одной сучки не пропускает. Ну, бывает такое, это гиперактивность. Да нет, а еще он из дома убегает, понимаете, бегает, бегает, потом приходит голодный. Ну, а не пробовали поводок? Да пробовала, но он перегрызает. А закрывать? Понимаете, выбивает дверь, пока я на работе. Ну, честно говоря, не очень компетентен в таком вопросе. Может, его того чик-чик? Да, это крайние меры. А может, покапать успокоительное? Да пробовала я, ничего не помогает. Знаете, я вам советовал все-таки бы обратиться к ветеринару, мы тут людей лечим. Я не поняла, при чем здесь ветеринар? Граф у меня прекрасный, порядочный песик. Я вам говорю про мужа. Иди сюда! Ко мне! Может, его чик-чик? Вика, ну зачем чик-чик? Я тебе обещаю, это в последний раз было. Да ты мне каждый день говоришь по 10 раз одно и то же, и что? Вика, я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Поэтому и хочу сделать это под анестезией. У нас трое детей. Ну, куда еще? А там вообще непонятно сколько. Там, это, двое, и там один. Я тебе сейчас сама их откушу. Мужчина, на самом деле вам и танцевать будет удобней. Да? Да? Слушай, может, это... Дорогая, я дома. Вика, ты что, не накрашенная? Сашка, ты уже вернулся. Ну, как тебе сюрприз? Вика, что это? Это Рекс. Коллега с работы попросил присмотреть. Недельку. А не мог тебе на работе? Не могли тебе премию дать? Я не могу. Ну, это очень хорошая, добрая собака. Вика, ты же знаешь, меня в детстве собака покусала. Я их жуть как боюсь, этих собак. А ты не бойся, ты подойди и погладь. Нет. Давай, давай, говорю. Видишь, он поздоровался с тобой. Привет, привет. Да, теперь ты подойди и поздоровайся. Вика, я не знаю. Познакомься поближе. Ой, 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 ой. Видишь, как ты ему понравился. Это я ему так понравился? Да. Ой, что ж будет, если я ему не понравлюсь? Он же меня сожрет. Саш. Знаешь, Вика, я, наверное, на недельку на дачу уеду. У меня там коты не кормлены. Все, пока. Счастливо. Как хочешь. Ушел. Ушел? Убежал. Я же говорила, он так боится собак. Да, Рекс, у меня молодец. Я, честно говоря... Что? Не могу при нем. Так, Рекс, иди гуляй, и дальше я сам справлюсь. Да ладно, знаю тут чего. Что делать? Нашелся мне советчик. Иди, на стрёме постой. Я тут днем займусь. Угу. Ну-ка, 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 ну-ка. Аккуратнее, там помыто. Здрасте. Здрасте, девушка. Дайте вот что-то сильно действующее от головы. Ага, сейчас, секундочку. Пожалуйста. Что-то еще? Так, это есть, да. От тошноты, пожалуйста, дайте. Чтоб не от сериалов не тошнило, не от запахов, не от меня, чтобы не тошнило. Есть такое? Хорошее средство. Очень хорошо. Так, от слабости дайте, вот, чтобы прилив сил вот такой пошел. Есть что-то? Витаминки. Витаминочки, давайте, хорошо. И вот эти давайте. Так, 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 что еще? А, мази. Мазь дайте, чтобы от суставов, от чесотки, чтобы от синяков, от всего мазь давайте. Слухайте, а может вам к знахарям обратиться? Ну, там, к бабкам. Да были мы уже и у бабок, и у знахарей, и ничего не помогает. Так, это есть, это есть, это есть. А, ну и дайте, конечно же, презервативы. А, уверен? Уверен. Хорошо. Вот сейчас я уверен на все сто процентов. Сейчас ты не отверстишься. С вас семьсот пятьдесят. Семьсот пятьдесят. Ай! Что? Я, кажется, ногу сломала. Ай! Девушка, есть что-то от сломанной ноги? Вот тут ничего нету. Вам надо в больничку гипс накладывать. Ай! Это надолго? Ну, месяц-полтора где-то. Ай! Я тогда через месяц-полтора вот это заберу. А пока в больничку поскакали. Прыскок, прыскок. Ну, все. Надо же быть такой дурой, чтоб от секса так отмазываться. Ну, она сломала. Хочется, братик. На троих. Ты хорошо себя чувствуешь? Все хорошо. Ты не устала? Я не устала. Коля, перестань кусать Машу. Ну и что, что ты есть хочешь? Я тоже много чего хочу. Добрый день. Вы, Виктория Сергеевна. Да, что вы хотите? Знаете, мы хотели посмотреть садик, в который будет ходить Егорка? Да-да. А может быть, для начала Егорка родится, потом начнет ползать, потом ходить, и вот тогда он придет в наш детский садик. Вы знаете, мы любим, когда у нас все распланировано. Да. Мы любим, когда все просчитано, разложено по полочкам и без сюрпризов. Я не люблю сюрпризы. Вы знаете, мы даже уже кроватку купили, колясочку купили, костюмчики, бутылочку. Мы уже выбрали школу, в которой он будет учиться, университет и ресторан, в котором он будет праздновать свою свадьбу. А еще дом, в котором он купит квартиру. Да. А банк, в котором он будет пенсию получать, вы, случайно, не выбрали? Ну, конечно, выбрали. Это ближайший к нам банк, мы уже договорились. Да. Капец. Я прошу прощения. Это из больницы. Слушаю вас очень внимательно. Да. Как? Что? Они ошиблись. УЗИ. Это ошибка. Наш Егорушка, он девочек. Дыши. 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 Дыши спокойно. Дыши. 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 Поменяться. Значит, сейчас едем в роддом, узнаем, у кого мальчик, и меняемся. Да. Да. Нафиг эту девочку. Да. Да. Нет, стойте, я имела в виду поменяться колясочками. Все мужики козлы. Вик, я не обещал на тебе жениться. Да, при чем здесь это? Я только что в салоне видела своего бывшего. С этой дурой, которой он от меня ушел. Вика, а у тебя каждую неделю летит какой-то бывший. И что? И то, за четыре года он меня даже на Черное море не свозил. А с этой баллонкой крашеной он, видите ли, в Таиланд сразу летит. Мальчики, помогите мне. Я ему морду бить не буду. Не надо никому бить морду. И в еду ничего подсыпать не надо. Вторую экстренную посадку за неделю нам никто не простит. Мальчик, я не об этом. Видите вон ту маленькую тучку с молниями? Давайте сквозь нее пролетим, пусть их хорошенько потрусит. А то у них рожи счастливые, аж тошно. Вика, ты в своем уме? Я не собираюсь рисковать 150-ю жизнью ради твоих амурных делищек. А самолет на автопилот поставить и потом коньяк листать весь перелет? Это не риск. Это было один раз. А кума посадить вместо второго пилота? Потому что у него визы нет, а на отдых очень хочется. Вот это не риск, да? Это не кум, это мой брат был. Мальчики. Снова на автопилоте, да? Ой, будет не очень хорошо, если начальство об этом узнает. Правда, мальчики? Правда? Ну хорошо, хорошо. Меняем курс на тучку с молниями. Вираж лево 30. Есть лево 30. Приготовились к турбулентности. Класс, 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 класс. Ой, мальчики, вы бы это видели. Они чуть не... Спасибо большое, спасибо. Вы как принеси валерьянки и штаны сухие, принеси две пары. Моя прелесть, прелесть моя. Да, не долго она вот так вот с ней разговаривает. С тех пор, как я сказал, что я ее не куплю. Ну так может просто взять и отобрать силой? Попробуйте, пожалуйста. Да что это пробовать? Значит так, женщина. Вот, я говорил. Если бы я знал, что такая ситуация будет, я бы ее вообще в магазин бы не заводил. Слушай, ну может просто взять кредит, да и выплачивать потихоньку. Вы что, издеваетесь что ли? Она две тысячи евро стоит. Это сколько я выплачивать буду? Двадцать лет? Женщина, вы понимаете, что эта шуба не ваша? И вас посадят за кражу. Я готова в этой шубке хоть десять лет осидеть. Да, случай тяжелый. Ага. Может я в нее транквилизатором выстрелю? Чего? Вы в своем уме? Каким транквилизатором? Да это обычная снотворная, она просто уснет. Да при чем тут она? Я за нее вообще не переживаю. Если мы шубу попортим, как я ее потом сдам? Ну ладно, есть еще один вариант. Какой? Значит так, я ее отвлекаю. Вы открываете дверь и хватаете шубу, ясно? Понял. На позицию. Девушка, а смотрите, что у меня есть. А-а-а. Иди сюда, моя хорошая. А-а-а. Ну все, это был мой последний вариант. Что будем делать? Мои прелести. Две мои прелести. На троих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...